всем привет с вами снова клейтона это у нас чемпионат россии по сёгану 2 закат самураев два очень сильных соперника которые у нас сошлись групповом этапе будет очень интересно понаблюдать за их не игрой это house blade и до мир и строй до мир и строя это у нас олег прячется под новым никнеймом первая карта уже загрузилась это у нас равнины канта два таких мастодонта может так сказать по уровню игры все гуни 2 рассмотрим состав у хаоса блэйда что он взял на этот бой использует он ударную конницу я реки на правом фланге два отряда красные медведи черные черепахи морская пехота сша 5 уровня по центру до чтобы это все подбадривать есть также кавалерия с саблями три отряда генерал командир но последний навык у него вкачан на стрельбу чтобы охраны военачальников были были револьеры да это как бы современная охрана генерала ополченцы с копьями есть мясо да и еще на левом фланге у него два отряда красных медведей линейная пехота и запрятаны здесь револьеры и еще одни я реки то есть получается играет через четыре ударных конницы три конницы с саблями и 1 конница с револьерами а нет извините здесь два у него я реки то есть четыре я реки три кавалерии с саблями и одна кавалерия стрелковая давайте включим play по дадзе у нас дадзе мечников слева справа у нас дадзе лучников включим музычку чтобы было слышно не только мой голос и у нас олег выдвигается идет такими эшелонами да у него белые медведи в количестве двух я наблюдаю есть также морская пехота британская пятого уровня еще есть морская пехота сша то есть использует он двух морпехов красные медведи три отряда за ними и конница движется у нас я реки сабли на правом фланге я реки второго уровня и я реки стоковые то есть три ударной конницы 1 с саблями вот показалось еще один отряд я реки у нас значит 4 отряда и реки и 1 саблями так охрана военачальника у нас по ходу олег раскачен то есть стрелка то есть него генерал стрелок способности не видно у него генерал видимо не докачен но расклад раскачен с уклоном стрелка но подошел у нас олег к центру house blade подошел раньше у него генерал раскачен в командира его войска добежали раньше до додзел начал захватывать морпех делает первый залп использовать свою дальность 150 шагов и уже 34 фрага делает белые медведи попадают под жесткий обстрел перестрелку проигрывают начинает перестрелку против черных черепах вход пошли у нас ополченцы красные медведи пошли вперед олег также своими морпехами пытается фокусить британская морская пехота фокусит у нас морскую пехоту сша но тут по всему фронту house blade использует кавалерию идет в атаку несмотря на потери да визитная карточка house of way до всегда кавалерии старается атаковать первым копия ведет чтобы заткнуть до стрелков не давать им стрелять заворачивает левый фланг отсюда как бы олег отступил на своем левом фланге наоборот олег давит то есть он заворачивает но правда вот две вот этих линейных пехоты мне кажется морпех да не удел проигрывает перестрелку в центре полностью все очень происходит быстро динамично потерял несколько кавалерий house blade но тем не менее сохранил больше пехоты и вот создал себе преимущество в центре и сейчас линейные пехоты давит по центру чтобы все это окончательно замочить так поставим секунду на паузу так это я проверял уйдет ли запись все отлично достреливает морского морпеха короче британского house blade то есть уже одну линейку элитную убил у олега вот я реки у нас врезаются в красных медведей не дают им сделать залп подходит красный медведь хаоса бой да и сейчас будет стрелять по этой куче и по своим и по чужим на другом фанге у нас завязалась кавалерийская дуэль олег саблями отбивается от копейщиков несет потери три пехоты сейчас могут стрелять по его кавалерии здесь у нас кавалерийский замес house blade выигрывает стоковой конницы причем против качаной да здесь у нас непонятно но давит числе то есть численный перевес я создал за счет линеек то есть да хаос будет давит в центре здесь хаос будет свою конницу слил да но при убил также линейку но олег убил конницу и убежал здесь у нас перестрелка два в один красный медведь конечно же у хаоса бой да сольется но house blade очень активно давит фланги в центре у него остался только морской пехотинец сша олег использует свои остатки конницы таранит сразу две пехоты красных медведей черепахи то есть эти два отряда он точно разгонит но конница в опасности то есть олега под обстрелом сейчас будет красные медведи у хаоса бой да близко и house blade своим огрызком тоже конницы два этих отряда блокирует расстреливает и своих и чужих в итоге то есть убивает две конницы олега плюс еще морской пехотинец сша до сих пор еще жив в упор начинает перестреливаться с черепахами черепахи естественно такую перестрелку никогда не выиграют против такой элитной пехоты все заканчивается для них плачевно в итоге морпех 2 олега тоже встрял ступает с поля боя здесь красные медведи 75 против 50 перестрелку выиграют хаос бойт захватил дадзё на стрельбу и здесь уже своим во начальником пошел в ближний бой у нас завязалась такая дуэль военачальников но здесь для олега все кончится очень плохо не вывозит он эту битву все олег пытается здесь отмахиваться вот его военачальник такой в плаще такая больше какая-то морская офицерская форма но все олег приехал вот вот так вот дерзким дерзкой атакой хаос бойт убил и выигрывает этот бой но на тоненького на тоненького я могу сказать что бой такой равный оба игрока старались олег сражался до последнего вздоха но тем не менее первый бой у нас выигрывает house blade посмотрим итоги боя статистику и так в принципе армии по количеству то есть одинаковые практически то есть буквально там на 30 человек у хаоса было больше потери фраги то есть практически наравне да но при этом кстати вот олег убил меньше да то есть house blade очень много потерь нанес сам себе то есть своих то есть тоже много убил то есть потери у хаоса бейда гораздо выше чем олег набил это говорит о том что house blade любит много стрелять по своим то есть особенно покойница морпех сша 230 фрагов револеры 116 кстати вот пропустил этот момент не показал как револер сыграл в этом бою красные медведи в топе я реки причем стоковые то есть нарубает очень хорошо но все остальное в принципе не так важно кавалерию с саблями использует больше как разменную монету просто бросает их на медведей каких нибудь да и кавалерия саблями там же остается вместе с медведями короче и медведи умирает вражеские кавалерия саблями британско-морская пехота сша точнее просто британская у олега 162 фрага кавалерия с саблями 129 своими саблями олег сыграл гораздо лучше ну и красный медведи тут еще парочка отряда в топе очень плохо морпех то есть американский сыграл то есть олег его не смог реализовать в итоге получается из двух элитных пехот реализовал резерву реализовал только одну вторую пехоту элитную то есть не смог отыграть возможно это и повлияло то есть на исход боя вот такие у нас пироги перейдем к следующему файту напоминаю это у нас чемпионат россии 2020 по игре сёгун 2 закат самураев групповой этапы хаос будет играет у нас против олега загружается у нас второй бой карта развалины и сямы очень интересная но в то же время несбалансированная карта по моему личному как бы мнению да хаосбейд является также и админом дисциплины в этом году и он разрешил использовать все карты поэтому то есть игроки могут выбирать любую карту какую захотят посмотрим состав у хаоса бейда он в первом бою у нас выиграл так ну военачальник у него тот же командир последний навык то есть он на стрельбу то есть и охране боя начальника добавляются револьеры есть у него также два револьера вот который бьют на повал с двух рук стреляют я реки и на левом фланге у него еще одна конница и реки то есть получается три ударной конницы и 2 стрелковой и в этом бою он решил использовать еще пеших самураев до сегитай это что-то наподобие самураев с нудоти но у них нет бонзая то есть у них просто высокие статы статы выше гораздо очень высокий боевой дух один сегитай у него прокачен на две лучки атака 25 красный медведи с одной лучкой видим но вот фон специально одну лучку вкачал чтобы прокачать способности огонь на подавление вот еще один красный медведь британскую морскую пехоту использует красный медведь лазурный дракон такая вот пехота у нас за 760 монет на 10 монет они дороже чем красные медведи если мне изменяет память ополченцы с копьями по центру прикова прикрывает это все дело еще один красный медведь также прокачен на огонь на подавление то есть вообще за 50 монет вот такую белка имеет очень выгодно отряд всего лишь на 50 монет становится дороже но огонь на подавление очень сильно бьет по морали вот и позволяет быстро стрелять правда при использовании этой способности страдает меткость вот ну давайте нажмем play значит карта у нас выглядит следующим образом на ней 4 до дзё всегда 2 до дзё ближе к одному игроку хаоса у нас ближе святилище и ближе до дзё мечников очень повезло можно так сказать коллегу у нас ближе мастерская и до дзё учеников тоже можно сказать что повезло но тут надо уже смотреть по составам олег у нас берет опять и реки второго уровня прокаченных да на атаку гвардию сёгу на стоковую но не совсем стоковую она на одну учку также вкачано чтобы был огонь на подавление так белые медведи красные медведи черные черепахи красные медведи французский морпех французский морпех это самый мощный морпех в игре то есть по стрелковым показателям то есть он по показателям меткости перезарядки превосходит всех остальных морпехов пушки армстронга 3 уровня прокачены на меткость если я так правильно понимаю да катится пушки на позицию генерал у него все тот же стрелок правда нету гомботе то есть генерал не докачен вот если был бы гомботе конечно вот прошлый бой кстати еще не понятно кто бы выиграл не хватает этой ультимативной способности у нас олегу ну захватывает он мастерскую кстати хаос очень много конницы сконцентрировал вот на правом фланге хочет видимо напасть как-то по-хитрому да ну и получается как то есть оба игрока занимает по 2 дадзё кстати вот дадзё лучников при том что ребята играются таки в закат самураев составы практически всегда стрелковые дадзё лучников решает очень сильно плюс 20 перезарядки всем чувакам службайками это нехилый бонус и получается что я бы даже сказал что вот еще даже гвардия сёгуна есть две гвардии сёгуна плюс французский морпех 3 элитные пехоты стрелковые есть у олега по стрелкам у него преимущество он уступает только в кавалерии ну вот ополченец зашел в ауру дадзё лучников чтобы олег его не смог захватить но в то же время получает от французских морпехов французский морпехи конечно сейчас просто расстреляется это дело так и тут пушка кстати фигачит по британской морской пехоте огромные потери несет морпеха саблэйда причем они даже не успели залп сделать уже больше половины отряда потеряли пока пушка по ним стреляла они перестраивались тупы то есть тупые перетупили и гвардия сёгуна очень близко подошел олега и просто еще полуотряда убила ужас но халус бы понимает что дело запах керосином нужно как-то это все дело рашить пехотой и конницы просто наваливается на бедных красных медведей они естественно в панике не выдерживают ломает просто правый фланг у олега олег это видит пускает вход кавалерию с саблями против сегитая кстати в принципе мечевая кавалерия против мечника до пешего очень неплохой такой мув приходится ему отсюда отступить и пытается за счет своих сегитаев да вот через лес лесочек зарашить хаосбейт но один сегитая очень далеко убегает без поддержки конницы и его сейчас просто расстреляет все он может быть и добежит нет не добежит бедолага под обстрелом самураи все это конечно очень круто смело но не получилось по центру французский морпех вот был сейчас развернут чтобы помар по сегитаям стоять он развернулся и хаосбейт воспользовался этим моментом и в центре начинает напрягать пехотой кавалерия 1 не добегает расстреляна хороший момент а вот второй сегитай у хаоса бойда все пытается он его протащить до протаскивает до красных медведей но красные медведи успели встать на позицию со ступенью подальше сейчас его под расстреляют но при этом олег может потерять свою ударную конницу пошли в ход револьеры так револьер очень близко подошел и прям в упор расстреливать гвардии сегана пушка стреляет картечью тут в опасной близости генерал тут волна по генералу не попасть ну тут картечь конечно и по своим и по чужим фигачит это все очень плохо теряет олег гвардию все гуна теряет он морпеха в центре да а нет успел отвести вот успел отвести но вот у хаоса бойда у него как будто бесконечная конец он очень много отрядов используют кавалерийских и вот каждым отрядом просто затыкает линейную пехоту своего оппонента не дает стрелять про чаржа у белых медведей тут же протаскивать на военачальника олега олег конечно сейчас будет страдать от ударной конницы но он ее быстренько расстрелял не так много отрядов остается у ха у олега хаосбэйт на левом фланге давит двумя линейными пехотами здесь он расстрелял гвардию сёгуна 2 в 1 давит по центру танцкая морская пехота которая по сути в начале могла очень быстро отъехать до сих пор еще жива настреливает и помогает выравнивать как бы бой то есть остался еще один револьер у хаоса блэйда так военачальником чаржит с тыла по черепахам естественно это самая такая низкоморальная линейная пехота хуже нее только белые тигры она не выдерживает то есть фланговые атаки вот эти и все сразу рассыпается что их красный медведь еще в ближнем бою нарезали ну все окружает окружает хаосбэйт давит со всех сторон у олега слишком мало отрядов остается чтобы сопротивляться военачальника своего теряет его револьер расстрелял пушка в панике 100 фрагов ровно и таким образом у нас ну такой очень решительная атакой хаос будет все-таки зажал олега и выигрывает второй бой и в итоге у нас получается счетом 20 выигрывает он этот матч групповой стадии интересную игру показали у нас оппоненты соперники игроки мастодонты всего на 2 великие великие просто люди на самом деле сейчас что хаосбэйт что олег игроки конечно топ уровня ничего не скажешь вы сами видели то есть бьются до последнего отряда очень близкие бои ну нет кажется что все таки олег здесь не угадал с пушкой не угадал здесь олег с пушкой и наверное даже хаоса блэйда как-то больше раз задорил то есть заставил пойти вперед и закончить ее бой еще раньше вот в топе у хаоса блэйда линейная пехота можно сказать практически стоковая до заключением одного красного медведя которым прокачал огонь на подавление 148 фрагов 130 128 отличные показатели для пехоты за 750 монет то есть вообще здорово я реки 108 фрагов тоже отличный показатель для отряда за 790 монет револьверы 103 ну можно сказать что себя отработали важно только понимать по кому стреляли то есть очень важно то есть на ком эти фраги были набиты все таки отряд за 1000 монет сегитая 92 ну можно сказать что этот отряд себя не оправдал 92 фрага это очень мало для отряда за 1400 монет до будучи прокаченным вот охрана военачальника 77 отлично то есть всегда старается хаос будет активно играть охраной военачальника 77 фрагов набил вот второй револьвер 70 фрагов все вот этот революция точно не оправдал британская морская пехота 65 фрагов было очень жестко под расстреляна в начале боя поэтому много набить не смогла то есть этот отряд неплохо так в принципе нейтрализовал олег своей пушкой посмотрим что у олега у олега гвардия сегуна 194 фрага отличный результат для элитной пехоты то есть да не качаная на дальность французская морская пехота 193 в принципе то есть очень хорошо но морпех может настреливать и больше в этом бою он так отработал свой минимум пушки армстронга прокаченные на третий уровень это у нас получается 1300 150 1450 монет 100 фрагов даже и пуская по морской пехоте до британской у хаос то есть я считаю что все равно пушка себя не оправдала 100 фрагов для отряда за 1450 монет это очень мало карта такая была рельефная то есть холл олег не поднялся наверх но его rush или он отступал он оказался в низине то есть пушка не успела себя отработать ей было просто даже неудобно стрелять по большому то счету черные черепахи 95 фрагов хорошо отряд всего 660 монет ну и в принципе больше тут смотреть нечего все остальные отряды у олега плохо сыграли конница конницы было очень мало она не смогла удержать такой наплыв натиск хаоса бейта таким образом 2-0 выигрывает хаос бейт повторюсь всем кому понравился матч ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите интересные комментарии буду стараться вас радовать новыми видео следите за чемпионатом россии 2020 проходящим на сайте клан комьюнити всем пока вам пока